Алина Витухновская Я никогда не думала, что занимаясь этой проблемой, можно привлечь внимание каких-то органов. Больше всего сотрудников органов интересовали дети влиятельных лиц, какой-то богемы, дети, злоупотребляющие наркотиками. То есть у них была цель, видимо, получить какие-то компроматы, тем более перед выборами. Три месяца назад Алина Витухновская была отпущена на свободу. За целый год, проведенной Алиной Бутырской тюрьме, следствие так и не нашло доказательств ее виновности. Однако юридически дело не завершено и приговор еще не вынесен. Не нужно быть юридически образованным. Что это дело? Что за структура, которая представляет так называемые доказательства виновности? Это федеральная служба разведки, которая сейчас не занимается этим делом. Прокурор на сегодняшнем заседании выступила с протестом против слушания дела без присутствия нескольких свидетелей. Интересно, свидетели чего? На подключение суд в соответствии с процессуальным кодексом отложил заседание. В настоящее время член союза писателей Алина Витухновская готовит к изданию свою новую прозвольную виновность. Вероятно, это будут воспоминания о времени, проведенном в следственном изоляторе. Там я не видела никаких настоящих наркодельцов. Там сидят либо совсем какие-то такие мелкие торговки, либо люди, которые имели наркотики для себя. А видно, что в нашей стране претендующий на звание цивилизованный. Статья о наркотиках может использоваться как оружие против иномыслящих. Мыслящих.